Доброго времени суток, друзья! Продолжаем с вами играть за тень Ангомара, который накроет с собой весь этот мир. Ну, практически он уже накрыли севером. Ну, еще, конечно, предстоит работу нам много, но все у нас еще впереди. Итак, чем сегодня займемся? Ну, на следующий ход у нас, скорее всего, будет замес вот с этой гномией армии, которую возглавляет Фрор, полководец Фрор. Также у нас дела идут вот здесь. Ну, как идут? Они действительно идут. Идти еще будут долго, на самом деле, два стека, которым не обломился Кхазадон, к сожалению. Вот они идут, идут, и идти будут до самого города Гублина. У нас возле Камет Брина стоит эльфийская армия. Полстека с Арбелосоном неким. Нападет, не нападет, непонятно. Но у нас есть другая печаль. Вы помните, что прошлый ход или этот ход, эльфы-таки на нас напали. Мы в ответ напали. Да, это был не прошлый. Да, это был точно прошлый ход. Мы в ответ напали на два ближайших поселения эльфов. В Ракебург и Франсбург, бывшие поселения свободного народа Андуина. Но если в Ракебург они не смогли никак отзащищать, то вот к Франсбургу они подвели целый стек. Нас тремя полкашами, полкашами, двумя членами даже семьи. Тут некий завоеватель города Гоблинов. Ну и мы с ними сейчас будем, собственно, воевать. Ну как воевать? Мы будем стараться, в первую очередь, конечно, захватить сам город. Воевать-то как раз нам нежелательно с ними. У нас не самый сильный стек для этого собран. Ну и войска у них тоже, я бы не сказал, что прям вот какой-то огонь пламенеющий. Так вот, 11-15, 10-16. И так у них, в принципе, почти все войско. Плюс некоторые отряды еще и коцаны. То есть мы не первые, кто этот стек увидел. Лучники лесные следопыты. Семерочка. Еще-то Мэйтир и Тываир. 16-17 посильнее, ребята. Конятся. Конные лучники с семерочкой. Ну такое себе. Ну что же, поехали. Попытаемся захватить стек. Как видите, у меня, прямо скажем, не самый огонь. Ну такое, такое. Очень такое. Нам главное захватить город и на следующий ход еще подкрепление докинуть. А там еще, в Гундабаде нам еще готовятся силы, которые подойдут чутка попозже. Да, кстати, зачем попозже? Когда можно уже, наверное, сейчас их выдвигать, чтобы на следующий ход они были уже на месте на самом-то деле. Это, в первую очередь, мощники, тролли. И вот куча воинов, корона. Так, вот, спорт двинем. Шикарно. Ну и поехали. Поехали воевать. Вперед! За честью и славой! Да, в городе же сам он сидит. Турин благородный. Его мы пытаемся забить. Ну и плюсы подкрепления. С ними пытаемся разойтись бортами, не задев друг друга. Поехали. Отриньте страх, воины! В атаку! Так, ну что же, начинаем наше шоу. Ломимся в ворота. Прогибли и подкрепления. Они надеются задавить нас числом. В городе лишь один отряд. Я по флангам поставил еще два отряда. Главная их цель это заблочить проходы. Еще два прохода в город. Да, давайте ускоряться уже будем. Вот этот проход и центральный проход. Да что ж ты будешь делать? Давай двигайся. Отлично. Ну вот, и смысл заключается в том, чтобы, конечно же, захватить город. Он, правда, захватывает шесть минут, в отличие от ванили. Или каких-то других модов. Ну а нам главное выдвинуться, да, оставить кого-то. Разбить отряд противника, который в городе. Ну а, занять центр. А остальные войска выдвинуться по направлению также к проходам, к воротам другим. Чтобы они задержали войска противника. А мы тем временем захватим город. И все будет на мази. Так, 14%. Давайте мы, наверное, вот эти вот выделим. Вот без них. Эти первые ринутся, так сказать, в атаку. На супостата, когда ворот сломают. Ну, эльфийская армия, вон она уже показалась. Мы уже недалеко. Ну, будем надеяться, что мы успеем. Таран сделал свое дело. Воины, настал ваш черед. Так, ломанулись. Ломанулись. Все ломанулись. Хорошо. Так, лукари. Где мне потребуются лукари? Не знаю, где они мне потребуются. Давайте где-нибудь их, наверное, здесь развернем пока. Так, и еще меня. Два отряда тогда горцев сразу сюда посылаем. Три отряда вот этих ребят посылаем сразу же. Наверное, вот сюда. Ну и все. Шикарно. Эти еще и сошли с квадрата. Что нам тоже на руку играет. Они нас обстреливают, да? Тридцать восемь лучников. Противные гады. Так, надо какой-нибудь один отряд выбрать. Например, вот этот. И сразу же отправить в квадрат, чтобы он начал захватывать. О, прямо. Прямой наводкой нашу северную гвардию расстреливают. Сволочи. Ну, уже все. Больше не постреляете. Мяки. Так, а вы давайте их со всех сторон. Давайте, обходите. Так, лучники. Лучники вообще не надо туда. Ты че? Дурной, что ли? Так, давай нападаем. Если ничего не изменится, мы победим. Так, этот проход уже мы закрыли. Вот, проблему вот здесь будет. Мы захватили заново. Потому что они ломятся в драку. Да? Нет, нет. Или они умные, они обходят драку. Слушай, обходят реально драку. Но не все. К сожалению. Только один отряд пошел правильным путем. Остальные пытаются фигню какую-то замутить. Так. Что эльфийцы? Что принимают? Они с первого на тот проход шли. Теперь вроде как на этот иду. Не сказать, что я этому особо рад. Так, два отряда орков снежных. Давай сюда. Еще отряд. Это кто у меня? На, тоже туда. Ну и нам 4 минуты осталось. В принципе, мы уже по любасику должны. Просто, можно сказать, обязаны победить. Потому что у нас все заблокировано. А эльфы даже не начинают еще сражаться. И, кстати, почему у меня вот этот отряд где-то там. Я, наверное, его неудачно выделил. Да. И ткнул куда-нибудь. Так. Эльфийский отряд мы практически зачекрыжили. 22 здесь осталось. Вот, кстати, хреново. Они немножко воюют здесь. Мне не нравится. Давайте один отряд лукарей вот здесь развернем. Если вдруг они вздумают выбежать в свой центр. А лучниками перекроем им проход. Так. Отставить стрельбу. Стрелять сейчас не надо. Потому что я знаю, куда ты стреляешь. Стреляешь ты сюда. И попадаю уже больше по своим, чем по чужим. Так. Эльфы такие. Пошли на приступ. Ну, два отряда пехоты я потеряю. Два отряда пехоты я здесь потеряю. Ангмарская это... Ничего страшного. Эльфы, он же лишился одного отряда. Как командующего. Который в городе был. Ну и здорово. Так. Ставить стену щитов мы не будем. От нее, по-моему, все равно никакого. И осталось полторы минуты. И тут, в принципе, все ясно-понятно. Давайте ускоримся, наверное. Вот у них, я вижу, кто-то побежал в другие ворота попробовать. На зубок, да. Но это лишь дозорные... Ага, здесь все-таки есть кто-то уже. Кто-то прибежал в весные войны. Осталось меньше минуты. И ясно сделаю, что уже ничего у противника не получится. Вот у нас там лучники расстреливают. Вот это мне не нравится, конечно. Закоцали мне отряды. Сволочи. Сволочи. Как вы могли. Ну и, собственно, все. Город наш. Мы внутри. Мы в домике. И теперь пускай нас пытаются выкурить. Ну, конечно, потери это просто от АС-368. Мы разменяли на всего лишь 39 бойцов. Атакующая армия. Кино. Просто кино и немцы. Ну, тут такая армия, что... Ничего удивительного в этом нет. Сила и честь. Так. Ну что же, здесь возможность восстания есть. Поэтому жители мы, конечно же, уничтожаем. 9000. Ну, а куда деваться? Отношение к нам Хазадома и лесных жителей ухудшилось. Но нам на это плевать. Здесь и разгромили. Давайте глянем, что из себя, собственно, этот город представляет. Долина Индуина, Великая река, пересекая ту часть Средиземья, что лежит к востоку от глистых гор, протекая через земли многих народов. Она получила разные названия на их языках. Да. Ну, окей, ушки. Также здесь имеется крепость. Башенки теперь будут за нас. Военный лагерь. Чертоги старейшин. Поля, дороги. Мастерская плотников. Мастерская броника. Мастерская Болиз. Даже есть гильдию к неводу. Сразу же мы чпокаем. Потому что она нам не нужна. Есть порт. Есть некий гвайт. Гвайт. Ага, это какая-то в честь какой-то покровительницы. Давайте ее тоже нафиг снесем. 2600. И будем строить здесь храм во славу Мелькора. Да, вот три ходика. И все будет хорошо. Так, переобучение. Ну, это, наверное, какого-нибудь... На какую-нибудь бронь, да? Ну, давайте. Более-менее целые отряды сразу же поставим переобучать. На четыре отряда я могу сюда сразу же доакимать. На следующий ход. Да, эльфы стоят здесь неподалече. Хорошо. Ну, а у меня полстека сейчас подойдет. Так, на этот ход, в принципе, у нас все. Можем делать смело следующий 149. Поехали. Так, город гоблинов отбит. Ну, по-моему, здесь речь идет не о самом городе гоблинов. Да, а о хазадуме. Гоблины таки смогли самым первым стеком, который, собственно, и осаждал этот город, его захватить. Как-то гномики легко отдали. Отдали. Ну, да ладно. Ну, то есть, я не зря прошлый ход здесь решил уходить. Потому что, ну, как видите, здесь без вариантов. Совершенно без вариантов. Как служить вам, милон. Блин. Выступаем немедленно. Боролся на кого-то. Тогда мы идем... Исполни любой пик. Собственно, мы идем тогда вот сюда. В пути. Выставить чиселы. Гоблинов. Привал. Продолжим. К настоящему. Международная ситуация. Улучшились отношения с гоблинами, с Мордором. Так, это то, что мы наняли. Это все я потом буду. Вот, строительство нам сразу... Сразу пробежимся. 42 тысячи у меня есть. Чертоги Торина. Давай храм Мелькора, наверное. А может, и не давай храм Мелькора. Не знаю. 64. 64. Гильдию камечка. Пускай лавки купцов будут. Здесь у нас такое. Торговые, а не военные. Так что... Ничего в этом страшного нет. Ничего. Ничего, ничего, ничего. Даже не знаю. Давай храм Мелькора здесь поставим пока. Ай, ну здесь уже точно ничего такого не будет. Наверное, вот Арсенал потратим 2000. Фиг бы с ним. Гундабад. А, ну здесь уже есть, что строить. Деревня под башенки. О, амбар хорош. Карас. Карас уже строит. Войсками я заниматься буду потом. О, Сул. А, вот Сул. Хороший вопрос. Ну, постоялый двор пускай будет. Серебряные рудники. Нами недавно захвачены. Конечно же, храм Мелькора. Да. Объявления и итоги, это все неинтересно. У нас, что интересно, у нас еще два мероприятия в этой серии. По времени укладывается это. Надо вот здесь, значит, наверное, объединиться немножко. У нас вот это, получается, можно вообще распустить. Да, и пять отрядов сюда можно загнать. Это, конечно же, будут пикинеры. Это будут варги. Это будут лучники. Это, конечно же, снежные тролли. И, пожалуй, еще алибардисты. Только вот вопрос. Они зайдут в город? Не помешают? Твою... Эх! Слов нет. Просто нет слов. Им еще и подкрепления идут. Зараза. Как знал, вот эта вот логистика возле городов, она меня всегда убивает. Короче, переиграл. Просто встанем возле города, нападут. Мы отступим в город и все. Алиб же вообще бой дадим. Тут много вариантов, на самом деле, есть. Так, по найму и переобучению я буду заниматься в фоне. Наверное, обзор сегодня, опять-таки, не получится. Нам сейчас нужно взять вот это дело еще. Ах, кто тут защищается? Тут лесные войны, 19-15. И два отряда, я так понимаю, это им дали по гарнизонному скрипту некому. Они, между прочим, 14-17, между прочим. И это не кислые войска-то. Конечно, радует, что у них вообще нет стрелков, получается. Но им тут особо радоваться нечего. У меня один-единственный отряд, и он много не настреляет. Ну, давайте, попытаемся взять. Подводим войска поближе. Попытаемся как-нибудь реализовать лукарей. Хотя, это, конечно, такое дело сомнительное. Ну, они вот отсюда могут, в принципе, достать. Ну, конечно, хочется по-нормальному подвести и пошмалять. Ну, с другой стороны, они и так достают, да. Даже ворот открывали. Психи. Да, долетают. Кого-то даже убивают. Нормально. Тут два отряда. Бегает. Стрелы в них вылетают. Три процента уже грохнули. Хорошо. Че, вы решили принять бой? Да ладно. Не верю. Четыре процента убили. Да, легкую пехоту надо грызть. Она, по идее, по броне попроще, полегче. Так, а че с тараном? Я не понял. Обалдеть. А когда это вы успели-то сделать? Я встаю, жду, когда вы тараном ворот сломаете. А вы вместо этого мне какое-то представление устраиваете. Че за бред? Просто бред. Мы выигрываем битву! Еще немного, и враг будет разбит. Ну-ка, дротики. Ну, нормально. Тоже неплохо. А остальное погоди. Не спеши, не стреляй. Ну-ка, пошли, Хускарлы. Я хоть на вас поближе в бою посмотрю на ваши-то пары. Я же вам отключил стрельбу. Ну, типа, последний приказ выполняете, да? А, и мы через ворота прорвались. Шикарно. Шикарно. Так, этих вот как раз не трогаем. Вот остальные все побежали. Да брось ты уже этот таран свой. Заходим, короче, внутрь. Лученькие уже отстрелялись. У этих тоже осталось не так, что много. Горцев мы обождем. Здесь наш командующий находится. Ну, с тараном, конечно, глупо получилось. Прямо скажем. Так, один отряд здесь уже 25. Уже хорошо. Мы выиграем битву. Еще немного. Продолжается. А вы сюда вот идите. Ай, как у вас обойти-то. Давай вот сюда вот. Отлично. Туда свернуть нельзя, что ли? Можно. Сворачиваться. Вы давайте вот сюда попытайтесь зайти. А лучники здесь уже не нужны. Давай, 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 давай. Как-нибудь. С края можешь присоединиться? Да, отлично. Меня это устраивает. А вот тебя, походу, придется отсюда шевести. Ну, и у них там в квадрате один-единственный отряд остался. Давайте к пикаме тыкаете. Тыкаете к пикаме. Мы убили их полководца. Отлично. Они обречены. Моралька минус. Мы истребили половину его армии. Так, ты пока вот не шевелись. Замри здесь и... Не отсвечивай. Мы твоим... Сколько тут? Один или два залпа осталось. Спину вот этим накидаем. Чего вы делаете? На, еще отряд неполный. Там кто-то через толпу пробирался. Ясно. Все убегли. Так, пикинеры, значит, побежали сюда. Ты, пожалуй, тоже беги сюда. Эти два отряда, бегите сюда. Там еще какой-то... Один-единственный остался чел. Но нет, его уже убили. Хорошо. Ну, конечно, все поняли и сделали по-своему. Как обычно. Как обычно это бывает. Так, оно и бывает. Так, ты давай сюда лети. Ты тогда пока в квадрат зайди. Вкинь все свои эти дротики. Смогете? Смогли. Ну, неплохо, слушай. Ну, где-то пятюня они... Вот здесь лучше зашло, слушайте, не пятнадцать. Ну, на этом все закончилось. И еще полтос нам, конечно, предстоит руками убивать. Но последний зал был прямо вот хорош. Хорош. Ничего не скажешь. Ну, вот мы и забираем эту деревушечку. Не сказать, чтобы она нам очень сильно нужна была, но тем не менее. Это победа прославит доблестных и отважных воинов короля. 127 на 233. Неплохой размер. Враг разбит. Победа за нами. Мы победили, милорд. Отныне эти земли ваши. Так, ну, здесь, в принципе, нормально с верностью, да? Но можно просто гробамыть, наверное. Что-то бы с ним. Еще и задалнее на него было. Ох ты ж, и нам в столице снежных троллей подогнали. Ну, это прямо радостное событие. Радостное, да? Мы этот отряд сможем послать, наверное, куда-нибудь вниз, в юга. Нашему главному. О том, как он без снежных троллей-то, да? Похудшились отношения. На это плевать. Исполню любой приказ. Так. Ну, значит, забрали. Вы здесь нам посидите, да? Или нет? Или нет? Они, наверное, сходят, переобучатся. По крайней мере, вот эти два отряда. Куда-нибудь в чертоге в Гайна. Вы же сможете здесь? Ага. Не смогут. Ну, это печально. Значит, они смогут в другом месте, например, где-нибудь. Будет исполнено. Хорошо. Ну, ладно. Логистикой потом будут заниматься. И у нас еще на сегодня последняя серия. Последняя серия. Последний бой. Мы не победим. Ну, значит, какая ситуация? Ну, во-первых, мы Ана-Занар можем взять в осаду. Вопрос только, имеет ли это смысл брать в осаду? Вот как лучше тут сделать вопрос? Хороший, конечно, бам. Откровенно говоря, выйти бы и побиться на улице с ними. Десять ходов надо осаждать. Пытаться караулить. Пытаться караулить. Пытаться дождаться, пока кто-нибудь там рядом окажется. Но тут в любом случае у нас будет сейчас мощный замес с этим вот стэком. По балансу сил мы проигрываем. У нас где-то на 300 человек побольше. Да и не только человек. Ай, ну, у них слабенький отряд рабочих есть. У них два артиллерийских отряда, которые мы, наверное, сможем нашими варгами затоптать при переходе. Но у них есть здесь и элитка, в первую очередь, молот и железноруков 13-30. Это, конечно, печально. И другие отряды тоже не менее мощные. Алибарды, топоры. Кто тут еще там? Щиты. И воины короля он с дальним боем еще есть. В общем, такие мощные ребята. У меня же здесь ничего не осталось такого, чтобы прямо... Ух! Три лучника, три отряда с палками, кидалками. Да, первая линия за счет орков более-менее. А из элиты, ну, лишь северная гвардия отряд и все. И боюсь я, что мы можем и слить эту... этот батл. Или выйти крайне малочисленными из этого сражения. Но давайте посмотрим, как она обернется. Сила и честь! Победа будет за нами! Так, ну, мы готовы. Карта для нас не очень удачная. И гномики хрен знает где. Так, немножко разворачиваем. Значит, стэк. Эту хрень тоже отводим. Эту отводим. Вперед посылаем варки. И ускоряемся. Побежали. Попали под залпы инженеров. И они нас просто выкашивают. И как-то они не особо торопятся, на самом деле, к тому, чтобы сползти к нашей армии. Это, конечно, неприятно. Учитывая, что нету ни хрена и чарджа никакого. Ну, вошли вон в инженеров. Ну, и понту, что мы в него вошли. Охренеть, вот это нас кладут. Убегаем. Вообще, я могу сказать. Да бегите вы уже, маленькие засранцы. Кто там за нами? Баллисту стремилась? Баллисту мы почти оприходовали. Вот еще вот Ктапульта бы убить. Целый танк какой-то. Древнегреческий. Тут и зону. Хух. Ну, конечно, это беда. Это беда. С этими инженерами. Прикрыты рабочими. А такой же Баллист получаешь от инженеров. Че, вы там куда-то пошли, нет? Неаа. Смотри, как шутер катит. Да еще и под прикрытием. Ну, давай. 77. Их, по-моему... Ау, отходят. Тут же отходят. Ты смотри, какие они. Ау, мимо. Есть зал. Прямо навстречу. В нос. Где-то минус 10. А мы чарджем. Вообще ни одного не убили. Просто ноль. Чертовы варги. И че я с вами сделаю? Я с вами здесь ничего не сделаю. В пору хоть отступать. Вот, натуре. Просто такая здесь позиция они заняли. Ну, что он просто абзац. Ну, конечно, баллисту мы ему бьем, скорее всего. Но от этого нам легче не станет вообще ни разу. В пору нам как-то менять здесь позицию. Пытаться вывести в бой нашу баллисту. Наверное. Хотя я и не уверен. Ну, баллисту у них подставилась. Это понятно. Сейчас мы их грохнем. Ой, но это сражение будет непростое. Очень непростое. Если ничего не изменится, мы победили. Так, и мы видим, что гномики решились. Да? Теперь еще хороший вопрос. Потому что мы зря... Возможно, и не успеем. Тогда строимся вот здесь. Просто мы можем запросто не успеть. И это будет жопа. Хорошо. Они решились. Так. Кто у них там? Ага. Тогда мы пока их не будем смущать. Подождем немножко. Чтобы они разошлись. Так. Баллиста. Баллиста, приготовься. Варги. Что-то узнать, куда у нас здесь. Давайте здесь пока. Пока что давайте здесь. Какая прелесть. Ладно, это не булатная сталь последняя. Ты смотри. Они прикрывашечку оставили. Два отряда прикрывашечки оставили. Охренеть. Так. Я сейчас, если ничего не сделаю, я лишусь баллистов. Охреново вам. Охреново вам. Так. Вы сами тут сможете выполнять какие-то... Да, отлично. Пускай сами дергаются. Так. Выходим. Мы выигрываем битву. Эти ребятушки здесь... Еще немного. И враг будет разбит. Стреляются. Вот этот отряд выходит сюда. Баллиста. Я охрен знаю, как вы использовать баллисту. Наверное, вот так вот. Отойди. Варги. Тоже отойдите. Северная гвардия. На королевскую гвардию пошла. Катапульта у них по-прежнему в прикрывашке стоит. Варги. Бьем здесь, значит, что... На гномов рабочих пошли. Алибардисты. Забыл про алибардистов. И алибардистам практически конец. Друзья, мы проигрываем. Чтобы вы знали. Что вы знали, мы проиграем. Что у меня там два отряда? Бегают, да? Алибарды короля не сагрили. Ну, хоть так. Так, инженеры. Инженеры нам ни хрена не... Пускай в инженеров баллиста наши фигачат. Здесь мы сейчас катапультами займемся. Здесь, на этом фланге. Мы полководца практически убили их. Правда, ему на выручку идут воины короля. У нас мещеньки дохнут. Только в путь. Но, на самом деле, все очень плохо, друзья. И мы практически проиграли это сражение. И сделать я с этим что-либо не могу. Надежда только на то, что мы сможем убить полководца. Тут осталось действительно немного. И вот эта гвардия зарешает. Так, катапуль-то мы вроде справились. Варгия. Отстрелялись волейбардистов. Давайте чарджем. 16. Как медленно так, господи. Отступаем. Баллисты. Вот здесь прямой наводкой фигач. Ну, когда же вы полководство убьете? Парни, давайте. Вся надежда на вас. Если вы не справитесь, нам жопа. Ох, и тут еще отряд целый. Так, здесь не помогло. Возвращаемся. Так, вы отступаете. Вы не возвращаетесь. Вы бьетесь, наверное, куда-нибудь вот сюда. 49 преследуют. Серьезно? Ну, когда же вы этого каратышка убьете-то? Он остался один-единственный. Враг обескровен. Мы выигрываем битву. Твою мать. Еще немного, и враг будет разбит. Так. Твою мать, давай беги, 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 беги. Добей эту самую катапульту. Так, здесь уже не помогло. Здесь сломленные стрелки отступают. Шикарно. Этим надо пользоваться. Этим надо пользоваться, слушайте. Баллиста, я тебя прошу, вот сюда, в молотаруков. Уже не отступают, уже сражаются. Варги, 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 бегите, бегите. Я теперь уже и не найду его, наверное, да? Куда-то убежал. Нет, вот он, он. Слушайте, ну, блядь, а вы его можете убить? Варги, давай вот сюда, вот в инженеров тоже. Варги против инженеров. Мы здесь проигрываем. Вот здесь более-менее... Тоже такое. Так, лучники, лучники, я не знаю. Пошли в бой, в рукопашку тут уже. Другого выхода нету. Ну, это просто истребление варгов. Так делать смысла нет. Давай в спину, щитом короля удариться лучше. Хоть с разбега, хоть что-то будет, чем вы просто сдохнете. Мы потеряли половину армии. Так, здесь у меня отряд лукарей в спину. Топорам бей, да. Так, вы, я не знаю, куда вас. Идите вот туда. Пока тогда идете, полгода пройдет. Побежали, побежали, побежали. Еще раз побежали. Баллиста. Баллиста. Вот сюда вот. Северная гвардия. Вы убьете когда-нибудь вот этого полководца? Нет, сколько мне ждать там. Так, варги. Выходите оттуда. Боже мой. Выходите. Что вы делаете? Вот как вы вышли? Вот почему один отряд так вышел, второй так вышел? Боже мой. Варги. Какие вы ушли паны-то? Мы убили их полководца. Мы не обречены. Все, северная гвардия у меня освободилась. Отряд. Теперь он может заняться щитами. Варгов у меня уже не осталось. И сейчас баллисты не останется. Так, вот этот отряд, это кто умеет? Плучники ходят? Какого хера вы тут ходите-то? Нет, давайте вот туда. Отлично. Вы помогаете. Вы тоже бегите, помогаете. Только не этим. Мы, наверное, сперва вот этим. И здесь, наверное, тоже. Сосредоточим силы сперва. Варги. Варги, 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 варги. Он там кто-то убегает. Достойная цель. Чтоб никого не отпускать. Ну да, после этого сражения стэка этого можно сказать, что нет. Ну, вся надежда вот на северную гвардию. Где у меня гена-то? Здесь гена, да? Вот, молотов 14 штук добьем. И будет хорошо. Так, варги догоняем, убиваем. Ну, варги, что могли, тут сделали. Но не предназначены они для таких вот сражений. Что тут сделаешь? Так, увы. Опять я вам забыл включить, да? При вашей-то борьбе с инженерами. Ну, инженеры, конечно, это зло. Просто зло. Представляете? Два отряда полных варгов в них вошло. А они ни одного не потеряли. Это там просто какой-то эпический концерт. Так, и здесь мы вроде как еще добиваем, да? Тогда подождем. Ну, здесь северная гвардия должна зарешать. 50 рыл против 40. Да еще с поддержкой баллисты. Которую по-хорошему бы отвезти. И чего, побежали? Побежали. Родники, они побежали. Бугагашечка. Так. Вы, значит, идите сюда. Выйдите вот сюда. Вы не бегаете за ними. Давайте возвращайтесь. У нас для бега есть варги. Вот варги бегают за ними. Без каких-либо проблем и колебаний. Так, здесь что у нас? Застрельщики с лучниками против топоров. Ну, это... Это, прямо скажем, плохо. Давайте на помощь лебардистов пошлем. Мы победили. Так, северная гвардия пошла сюда. А вы возвращаетесь? Нет, вы сломленные. Убегают. Хорошо. Догоняйте их. Так, гвардия. Тоже убегают. Ну, победа за нами. С чем я вас, друзья, поздравляю? Она, конечно, отдалась. Она нам ценой всего стэка. Просто лучники, и застрельщики, и варги. Просто все. Ативник бежит за ним в атаку! Побежали. Будьте знать, как с нами связываться. Тут всех догнали. Да, всех. Жестко. Очень жестко. Ну, очень долго получилась. Северная гвардия убивала полководца. Очень долго. 978 мы потеряли. И всех, в принципе, потерял противник. Жестко. Очень жестко. Две трети стэка. Три отряда полностью. Да и здесь, вон, единички. Двоечки, да. Так. Ну, у нас, в принципе, много пленных есть. И вот, хороший вопрос. Может попытаться их отпустить? Если мы их отсюда отпустим, то они, в принципе... Зайдут в город, да. Ну, тут, в принципе-то, ребята-то сильные. И три десятка. Ай, не, лучше казним. Там, если даже дадут гарнизонный скрипт, то их проще будет разбить, чем вот этих перебить. Так что всех уничтожаем. Все отлично. Но от армии не осталось вообще ни хрена. Просто ни хрена. И все, что мне остается, это отступить в рудники пока что. Да. И здесь, конечно, срочно нужно подкрепление. Какой-то тоже недобиток идет. Что у меня с Гундабада? Четыре отряда только. Ну, давайте два отряда пошлем. Исчезем в Реккербург. Можно что-нибудь послать. Тут, правда, подойти кто-нибудь может. Так что нужно это. Думать. Думать, кого посылать. Ну, вот еще три отряда. В принципе, там. Да в Реккербург, если даже и потеряем, ничего страшного не случилось. Так что пока что вот так отойдем. Ну и, конечно, вот здесь вот этот главный вопрос. Но, наверное, все-таки будем брать в осаду, чтобы они, по крайней мере, войска не производили. Мы начинаем осад. Ждем приказа о начале стурма. И, кстати говоря, мы здесь, в Назаре, взяли в осаду не кого-нибудь, а короля гномов, а Глоина Законодателя. У них здесь два отряда рабочих. А вот все остальное, конечно, сильные. Сыны павших. Опять-таки, чертовы инженеры. Алибарды, топоры, щиты. Это ладно. Не, ну, конечно, опять-таки, разбить мы их разобьем, но проблема-то не в этом. Проблема в том, что он с останется. Конечно, здесь есть король-чародей с хорошим криком. Опять-таки же, это, если идти в приступ, мы 1-4 стэка прямо сразу вставляем вне боя 5 отрядов варгов. Плюс у меня тут лукарей много. Ну да, пол стэка просто участвовать почти не будут. Ну, у меня лучники, конечно, будут. Ну, что они там и стреляют? Ну, в общем, такое себе. Ну, и 10 ходов ждать тоже не вариант. Ну, посмотрим, посмотрим, что будут делать. Ну, гному, конечно, войска штампуют просто на загляденье. Мне бы так. Считаю, здесь пол стэка, здесь идут, здесь пол стэка. Ну, ладно, сейчас мне подойдут подкрепления. Надо вот с этим стэком разбираться, с эльфами. Но это уже будет в следующей серии. Следующую серию мы начнем уже, наверное, со 150-го хода. Сразу с обзора карты. И там уже дальше, что успеем. Так что ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока.